Ситуация в Днепре прямо сейчас. Что происходит в городе? Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам. В районе границы с Белоруссией атакованы украинские пограничники. О том, что сейчас происходит в Днепре, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, что с транспортом, объектами инфраструктуры, читайте, в текстовом онлайне РБК Украина. Аэропорт в Днепре закрыт. В связи с ситуацией в стране в Днепре закрыли аэропорт. По сообщению Нотам, аэродром закрыли с 0 часов, ровно 23 февраля. Мэрия Днепра призывает не везти детей в школу. Мэрия Днепра призывает родителей оставить детей дома и сохранять спокойствие. Об этом написал мэр Днепра Бориса Филатова в фейсбук. Родители детей в школы и садики не ведем до особых распоряжений. Находимся дома, пожалуйста репост. Также прошу всех воздержаться от постов тут взрыв. Сюда сбросили бомбу. Не разгоняйте фейки о десанте в Мариуполе и Одессе. Займитесь лучше родными и близкими, пока работают по военным частям и ПВО. Угрозы гражданским нет. Дальше буду информировать, написал он. Перекрыто движение на трассах. Как сообщает служба автодорог области, в целях безопасности полиция перекрыла движение. На трассе Н-23 Кропивницкий, Кривой Рог, Запорожье на КМ-277. В районе кольца на пересечении Н-23 и Р-73, возле города Никополь, общественный транспорт работает в обычном режиме. Общественный транспорт в Днепре и области работает в штатном режиме. В случае обострения ситуации в метрополитене, откроют турникеты на вход, и люди смогут использовать метро как укрытие. В области обслуживаются все автобусные маршруты, перевозчики готовы вывести дополнительный транспорт, возможны задержки в графике движения из-за пробок на трассах, но они не критические. Все вокзалы области работают. Читайте также, Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе, что происходит сейчас.